Мы говорим сегодня про русский городской роман. Очень специфический жанр такой. И нельзя при этом не упомянуть, конечно, цыганский роман. При этом отличие между цыганским и русским романом, оно на самом деле трудно установимо. Может быть, какой-то музыковед вам чётко расскажет, что относится туда, что относится сюда. Но на мой неискушённый взгляд, цыганский романс, конечно, несомненно, более эмоционален, более открыт в своих чувствах. Может быть, тексты там обычно не такие затейливые, попроще, чем в русских романсах. Кстати, о разных исполнениях. В романе Толстого «Живой труп» есть такой персонаж, который ходит за цыганками и пытается записать нотами то, что они поют. И цыганки жалуются главному герою, что он ходит и спрашивает, что ты вчера ферритуру тут делала, а сегодня ферритуру не делаешь. Почему ты не делаешь? А почему ты вчера делала? Потому что на самом деле у меня такое было настроение вчера, а сегодня вот такое. Вот цыганский романс в этом плане, он, конечно, полная свобода, да, степная мальчика. Цыганчину разводить не будем сегодня, у нас таких нет возможностей цыганских, вокалов цыганского. Иннокентий Анинский «Осенний романс» Гляжу на тебя равнодушно, а в сердце тоски не уйму. Сегодня томительно душно, но солнце таится в дыму. Я знаю, что сон я лелею, но верен хоть с нам я, А ты, ненужную жертвой, в аллее падут, умирая, листы. Судьба нас сводила слепая, Бог знает, мы свидимся ли там. Но знаешь, не смейся, ступая весною по мертвым листам. Дверь стучится, зимний ветер, а на сердце зимний хлад. Он уехал ненаглядный, не вернется он назад. Не слыхать мне песен звонких, невостороженных речей. Он уехал, он уехал, слезы бьются и речей. Говорят, весна вернется, расцветет природа вновь. Все воскреснет, оживится, не вернется лишь любовь. И весна мне не на радость, коль зима в душе моей. Он уехал, он уехал, слезы бьются и речей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ